Тили-тили-тили-тили-тили-ли-ли-ли Поговорим? Поговорим, поговорим о обертках и конфетах. Что люди едят? Ты знаешь... Что ценно для людей? Да, что представляет ценность? Вот под теми роликами, которые содержали самую суть, самую выжимку, когда до минуты была изложена сама суть, как в подсознании идет процесс на вторичной выгоде. И я прочла просто невероятное количество комментариев, не все опубликовала, потому что были ругательные, были надменные, вытирающие ноги, раздувающие эго. Но больше всего меня удивляло, когда люди пишут помойтесь, подстригитесь, делайте маникюр, там еще что-то, то есть приведите себя в соответствии с их ожиданиями, чтобы нравилось им, и что, суть от этого ролика изменится? Ты услышишь ролик от этого? Да-да-да, то есть не тебе, не так, как ты себя комфортно чувствуешь, а как им нравится, но при этом суть-то ушла, а суть-то потеряна. То есть по сути своей человек сидит нас слушая, сидит в оценке, как выглядите, как говорите, но то, о чем мы говорим, это не важно. Важно сидеть и оценивать обертку. А ведь обертка может быть какая угодно, и обертка на самом деле это то, как человек себя чувствует комфортно, и он имеет... Это так же, как вы делаете ремонт в доме, как вы свою машину подкрашиваете, хотите красите, хотите нет, как вы ухаживаете. То есть это так же, как... Ну, то есть, а суть-то, суть какая? Какая суть, чтобы тебе было комфортно? Вот сделал ремонт в доме, и тебе хорошо. Ты свою машину помыл, покрасил, тебе хорошо. Один делает лофт, другой делает классику, третий делает модель. Раз, у каждого свой ремонт. Да, да, да. У каждого свой ремонт, и свои представления о красоте. Более того, у нас даже с тобой представления об обертках абсолютно разные. Абсолютно разные. И они имеют право быть. Так до смешного даже, вот смотри, оценка, значит, как ты говоришь, тебе, да, пишут, после того, как я исчезла с экрана, да, потом появилась, ну, на тебе вам другую обертку, да. Другая крайность. Опять не угодили. И тоже точно так же начали писать. Да, и начали писать. То есть, по сути своей... А то, о чем мы говорим, Наташа, оказывается, мы говорим только для себя. Ну, и хорошо. Поговорили с друг с другом. Приятно поговорить. И приятно пообщаться. На самом деле, это же замечательно. Понимаешь? Но при этом, смотри, если мы уйдем, да, в ответы на эти комментарии, то есть на обертки, значит, если мы уйдем в игру обертки, мы уйдем от чего? Мы от сути уйдем. Да. И тогда что действительно наш... Тогда будет эта клоунада, кто к чему человек привык. Ну, просто вот поговорим. Давайте поговорим просто. Обсудим соседку, обсудим там что-нибудь. Что есть в магазине. Что есть в магазине. Болячки. В политику, в болезни, еще во что-то. Главное от себя уйти. Да, главное уйти от себя. Меня там нет. Это не моя игра. Ты знаешь, я в один момент повелась вот на эти комментарии, да, и еще по весне. И я пошла на покраску волос, и я пошла на маникюр. И обе эти вещи я сейчас убираю из своей жизни как дискомфортное для меня. Причем еще не знаешь, как убрать. То есть влезть легко, вылезти тяжело. Вот реально вылезти очень тяжело. Потому что уже все, ты сел в этот поезд, и ты ездишь по станциям, каждые 4 недели у тебя станция, а иначе ты теряешь внешний вид. Теряют внешний вид руки, теряют внешний вид волосы и так далее. И при этом дискомфорт остается. Но я вернусь к своему первоначальному пути. Ты знаешь, я за натурализм. И более того, мое восприятие тела и допуск к моему телу, все идет абсолютно натурально, и я не подпускаю к своему телу ни лишних массажистов, ни лишних косметологов, никого. Я не доверяю свое тело никому, кроме себя. Все. Это моя ценность, и это безусловная ценность под номером один в моей жизни. И поэтому, когда я читаю эти комментарии, я понимаю, что у людей ценности к телу вообще нет. То есть, для них оно не важно. Для них важна какая-то конфета, которую они представляют, что она должна быть такой. То есть, поставь им образец для подражания вот Филипп Киркоров, для кого-то это будет звезда номер один, и они будут на нее ориентироваться, и поступать, и вести себя точно так же, как он. Но при этом они все равно будут недовольны, они будут все равно оценивать. пациентка, да. это точно так же, ну, это моя точка зрения, это точно так же, как есть стиральная машина, а есть ручки. И некоторые говорят, я за то, чтобы ручками стирать. Я считаю, что если есть стиральная машина, почему не воспользоваться ей? Главное, чтобы мне было комфортно. Чтобы было комфортно. Но если тебе удобно ручками стирать, не вопрос. То есть, суть, сама суть, это то, как тебе комфортно. Не соседке или дяде там на улице, или тете на улице, которая скажет, а судит и скажет, как это ты стираешь руками и стиральной машинкой? Или наоборот, как это ты стираешь стиральной машинкой, если можно ручками? Понимаешь, свобода выбора. Причем на эту же тему, да, Если провести по аналогии, сейчас есть ролики с этими раздутыми такими мужиками из эко-поселений, при которых жена это та, которая делает закатки, муку утрет вручную, и надо электричество во всем мире вырубить, чтобы вернуться к натурализму. И вот смотришь, но вот это эго такое, а при этом смотришь, там мужичок слабенький-слабенький, вот только за счет этой раздутости он и держит эту яйцеклетку в своих сетях. А в противном случае, это момент, когда у яйцеклетки мозг выключен, а в противном случае дала поджопу и заставила поработать как человека, чтобы были все нормальные условия для проживания. То есть это все непроразумные подходы. Ты инкарнировал не в тот период, инкарнируй на 200 лет раньше. И там уже жернова свои крути, там уже без электричества живи, там уже не пользуйся компьютерами, телефонами, айфонами и так далее. Так классно, когда у тебя есть компьютер, когда ты можешь рекламу делать, когда к тебе за хлебушком приезжают и денежку платят, а ты такой весь раздутый. И начинаешь рассказывать, как ты живешь в прошлом веке. Да ни хрена, ты врешь. Но на самом деле живи так. Не вопрос устраивать, живи так, живи так, живи так. Но суть остается сутью. Свобода. На самом деле свобода. И она, когда в разуме, то она всегда центр. Разум – это центр. А смотри, точно так же возьми, вот в квартире, допустим, или в доме. 20 лет живут люди. 20 лет. Ремонт сделан. 20 лет. Уже хочется поменять, потому что уже где-то все уже вышло. Во-первых, глаз нам замылился. Но это ладно. Но суть я к чему? А когда ты сделал ремонт, что появляется внутри? Появляется такая новая волна жизни. Кать, новая жизнь. Вот она молодость. На самом деле я к этому так отношусь. Именно так. А если ты живешь и… На мой век хватит. На мой век хватит. На мой век и короткий. Ты будешь видеть, как все стареет, стареет, стареет. А значит, ты не набрал разума, то есть ты не умеешь воспользоваться теми возможностями, какие есть, либо жалеешь. Ну да. При этом это твое право. Но суть остается сутью. Ты кайфуешь внутри. Ты кайфуешь. Вот где тот термометр, или который… Как оно… Тот, почему надо ориентироваться. Если у тебя внутри от этого поет, что ты делаешь, вот это ключ. И точно так же, если ты слышишь, суть слышишь, если ты заходишь в магазин промтоваров и пытаешься там купить хлебушек, ну так это что, о разуме? Так давай возьмем рекламу. Если ты покупаешь продукты только исключительно, что в рекламе услышал, то ты в обертке сидишь. Понимаешь? Ты скушаешь какашку. Натурально тебе подсунут все, что хочешь, потому что ты видишь обертку. А если ты чувствуешь, что тебе надо, если ты знаешь, что тебе надо, и ты на рекламу, на обертку не обращаешь внимания, ты суть ловишь. Вот уже поговорим о разуме. Но если ты всмотришься и вчитаешься то, что пишут комментаторы, особенно в ТикТоке, это капец, то… Оценщики. 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 А то при этом четко видно, что человек сути не хватает. Человек привык есть обертки. Конечно. Он по одежке встречает, по одежке провожает, по одежке оценивает. Все по одежке. Более того, человек… Суть в состоянии, вот, например, в состоянии создателя, то, что мы сейчас тренируем, в этом состоянии нет любви. Но зато там же и нету страха. Нет страха, нет любви. Только при этом условии возможно создание. Нет любви, нету страха. Да. Там есть точка ноль. Свобода. И абсолютный хаос, из которого ты можешь сотворить что угодно. Свобода, да. Так вот, это состояние, оно людям, как правило, незнакомо. Когда они сталкиваются с этим незнакомым состоянием, то есть они сталкиваются не со стеной, а с зеркалом, которое отражает их в чистом виде. И удивительно, реакция человека на зеркало. Ты знаешь, как медведь зеркало видит, и кто-то в атаку бросается агрессивно, а кто-то начинает рассматривать. А мартышка рожи корчит. У каждого своя реакция. У каждого своя реакция. И получается, когда ты находишься вот в этом восприятии, то человек на тебя, и вот ролики из этого восприятия записанные, то человек на тебя реагирует. Это вот ровненько, как он реагирует на зеркало. То есть тот, кто агрессивен внутри, он будет слышать агрессию. Тот, кто счастлив внутри, он будет получать эмоцию счастья. Тот, кто там сидит в вине, обиде и так далее, будет видеть обвинения, обижания и так далее, манипулирования. И ты знаешь, я иногда вообще охреневаю, когда человек реагирует на эти состояния создания. То есть я сейчас даже в магазин практически не езжу, дабы не отражать то, что... Но ведь есть. Потому что тренируешься. Благодаря, да, естественно, и потому что легко тогда уйти, улететь. Вот где-то тебя же импанет, и ты уходишь, да. Это правда. Вылетишь из состояния. Это да. Если долго находиться среди эмоций каких-то разных, да, то... Тя стягивает. Стягивает, это точно. Но благодаря тому, что мы вдвоем, мы возвращаем друг друга. А один человек вот и всегда уйдет. Я хотела сказать, что благодаря... Но благодаря вот этим всем разнообразиям, эмоциям, всем, да, что есть, на самом деле есть игра. И она не заканчивается благодаря... Потому что если все проснутся одновременно, это как вдруг в твоем теле все клеточки вдруг осознали себя создателем, да, и они так... И разбежались, как взрыв, да. Вот. Либо если тоже, если все заснули одновременно, вот просто все заснули, то это камнем вниз. То есть это тоже опять-таки как камень долбани с высоты. Рухнула материя. Вот. Все об этом. Поэтому вот это вот разное место клеточек, разное, каждая клеточка свое место. Это создает вот это тело. Точно так же каждый человек, он как... Отдельная клеточка. Да. Ты благодаря этому человеку, ты, да, этой клеточке можешь увидеть у себя палец. То есть осознаешь, что у тебя палец, и что есть и нога. Ну, это вот образ. Ну, смотри, если смотреть вот с такого восприятия, то посмотри тогда на жизнь. Любое ограничение, оно будет восприниматься, например, если клетки сердца, сказать, у нас достаточно клеток сердца, ты будешь работать печенью. Организм будет работать? Угу. Не будет. А если у нас достаточно уже печени, у нас достаточно уже почек, так, все дружненько побежали в кровь и в лимфу. Угу. Тромб получишь? Получишь, да? И так далее. То есть, если идет вот такое управление без разума, то мы имеем нерабочий организм. Конечно. Но организм отлаживается сам естественными процессами, которые идут из внутренних вот этих состояний интереса, разума, занятия тем, что интересно самой клеточке. Клеточке сердца интересно сердце. Клеточке печени интересно печени. Это ее мир. И она возвращается в свой мир. Так вот, возвращение каждой клеточки в свой мир, в свой интерес, дает здоровый организм. У нас, у каждого есть функции самовосстановления. Теперь, если мы это положим на экономику, например, на государство, то в эпоху, когда есть напряжение, когда есть войны, когда есть кризисы, единственное, что налаживает и делает самовосстановление организма, это освобождение от ограничений, от потолков. Убери ограничения по налогам, по банковским операциям, убери ограничения там по оборотам, вот любую планку берешь, что есть сейчас ограничительное, по регистрации ИП. Клеточка сердца хочет работать клеточкой сердца. Да хай работает. Что тебе мешает дать ей работу? Ничего не мешает. Она будет приносить пользу организму. Зачем ее держать и ограничивать, и винать ее в печень? Да. Потому что в печени она может очень даже навредить. И вот, если подойти из разума и дать возможность самовосстановиться организму, то организму надо больше дышать свежим воздухом, гулять на природе, меньше физического напряжения. На самом деле, быть свободным. А теперь смотри, о чем это. Это об офшоре, о регистрации на этой территории фирм с разных стран. Да. О переводе сюда капиталов, оботвиваний денег. Это о разуме. То, что сегодня в любом случае корпорации американские и крупные китайские и так далее, они этого ищут. А европейские очень сильно ищут. Так дайте эту возможность Беларуси. Я не понимаю, почему нет. Уже со всеми отношения испорчены. Дальше некуда. Уже как раз сейчас такие действия надо предпринимать. Но тогда надо решиться на эту свободу Беларуси, когда всем клеточкам говорят, да валите вы все и занимайтесь любимым делом. Все. И сняли ограничения. Смотри, через 10 лет здесь куча Дубая будет. Да. Я хотела сказать, да. Но это суть. Но это суть. А обертка, а человек ждет обертку. А обертка, она делается из страха, потому что игра начинается, когда создатель засыпает и идет в страх. и потом переотражается в любовь. Если смотреть с позиции на наш мир организма, то вот в этой раскладке, то люди, все люди, это иммунная система на самом деле. Это тот иммунитет, который пережимаешь, перекрываешь, или возьми кровь, такая же, да, ты пережимаешь, и что с организмом происходит? Нарушение, нарушение. И потом иммунная система начинает саму себя, свой организм и поворачивается против. Вот это на самом деле об этом. И все ограничения, они работают. Вот ограничить свой организм в чем-то. Ограничение – это борьба самого с собой. Все. Вот она болезнь. Как она называется? Иммунная? Нет. Аутоиммунная. А это аутоиммунная. Кстати, первый фильм из новых будет как раз по аутоиммунному заболеванию. Он скоро выйдет. По рождению детей. Он скоро выйдет. Да. Поэтому обертка, если человеку интересно сидеть на ком угодно, то есть на любом, на нас, на ком-то еще, и оценивать, то на самом деле человек просто тупо профукивает свою жизнь. Он просто, ну, слово сказать такое нехорошее хочется, он просто его выкидывает. свою жизнь он выкидывает на смарку. Выделительная система. Да, да. То есть вот он в чистом виде решает, что буду я какашкой. Понимаешь, в этой жизни. Вернее, не буду. Я какашка. Уже какашка. И он просто в свое время, бесценнейшее время, он его обесценивает. Давая оценку, не ловя суть. Это точно так же, по сути своей, точно так же, когда дети в школе сидят и слушают учителя, да, и они в окно, когда учитель без интереса, да, они в окно смотрят, они, и вот это остается оттуда, на самом деле, у человека остается оттуда, вот это улетное состояние, спи, спи. И поэтому человек видит только обертку, он видит окна, а он уже все, он уже даже не способен интерес словить, убит интерес в школе. Убит. Ты знаешь, если вообще смотреть тогда, вот с точки зрения подсознания на то, как устроена реальность, то мы можем вообще абсолютно спокойно говорить, что отбивает восприятие, восприятие сути, восприятие сути, а включает поедание конфетных оберток программа ума и эго. Вот этот диск, автомат, автомат, диск, да, диск личности, он получается выбивает и не дает воспринимать информацию. Он перекрывает. Этот диск перекрывает, не дает вообще информацию себя воспринимать. Этот же диск не дает воспринимать разум свой собственный. Да, да, да. То есть, получается, казалось бы, так личность же, убери личность, тогда ничего не будет, а будет даун. Да нет, вот ты в этой личности, в ограничениях личности, ты даун. Ты и есть даун. Да, потому что, если ты выходишь в целостность, если ты выходишь в целостность, если ты весь мир и ты можешь быть любым абсолютно во внутренней свободе, то там могут быть абсолютно любые качества, казалось бы, несоединимые, но они соединяются под задачу таким образом, чтобы ты мог себя проявлять максимально. Но тогда это не про набор программного обеспечения личности, потому что личность на программном обеспечении. Личность сама по себе это автомат, машина, машина, которая на программном обеспечении. И тут благодаря ей опять-таки есть жизнь. И этот же диск благодаря высшему я дает очень много бликов. Бликов, которые соединяют программы под какую-то задачу автоматическую, да, и под болезнь в том числе. И меня сейчас немножко обескураживает, как вот в эти игры играют официальная психология, психотерапия в субличности, в экзорцизм, и религия в том числе, в экзорцизм, в бесов, в дьяволов. Это все правы на соответственности на самом деле, но даже допуска нету, что это выделенное сознание самого человека. То есть даже допуска нету. А почему допуска нету? Невыгодно этот допуск сделать, потому что не за что деньги будет брать. ты знаешь, парадокс, но суть меркантильная. Конкретно этот большой контур играет в деньги. Он зациклен в этой игре. Интерес заменен на деньги. Сам человек неинтересен. И его бесы, его экзорцизм, его сущности, его субличности, сущности, субличности никому неинтересны вообще. но интересно заработать на этом человеке. И тогда я буду жрать конфету, не конфету, а обертку конфетную. Я не буду видеть суть, я буду играть, и при этом я буду раздувать на эго, это же диск эгоум, я буду раздувать свое эго, я работаю с экзорцизмом, я работаю с субличностями, я работаю с сущностями. Какую вам еще оберточку, да, я все со всеми работаю. Да, 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 я там грибник главный, я там в этом разбираюсь, я, я. Вот она, смотри, как обертка обрастает, 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 а на самом деле это корка растет, корка, корка, не моется тело, не моется и обрастает. Так там потом конфеты нету, все снаружи. Все внутри уже гниет, потому что корка толстая, уже все там закрыто. В том-то и дело. Я вот, когда на эти вещи смотрю, и люди рекламируют, обращайтесь, помогу, да, я там всем помогу. И самое главное, люди идут на это. Люди идут на это. И так страшно, на самом деле страшно. Нет, свобода, пожалуйста, я от себя говорю, когда говорю страшно. На самом деле, именно когда ты в разуме, понимаешь, как страшно, когда ты видишь человек полностью отключенный, полностью отключенный, и он идет, как зомби, на любой зов, на любой зов. А своего нет. А своего нет вообще. Человека нет. Он в чужом сне ходилка-стрелялка. Вот тупо выполняет роль еды, пищи. Все. И даже слово подобрать не могу. Не понимает, это тоже как, знаешь, даже слово не подходит. И не понимает. Хочется по-другому сказать, потому что вообще отключен. То есть вообще его нет. Это мертвое тело. Ну, сейчас мы имеем зомби-апокалипсис. Да, так мы же... Мы об этом говорим уже который год, что сейчас идет все по сценарию зомби-апокалипсиса. Куча толпы спящих людей, по сути дела зомби, мертвых людей. У них нету жизни. У них нету своей игры. У них нет своего интереса. А жизнь, когда есть? Когда есть интерес. Когда есть интерес. Свой собственный. Свой собственный. Не оберточный, как у соседа там за забором, да? Его покритиковать, соседа, но при этом и я так хочу. Но раз мне этого не получается, раз я это не могу, значит, плохой ты сосед. Вот это ж так работает. Это ж так работает. Именно из зависти. Именно из зависти. Ну, признаться, что я завидую. Нет, я не завидую. Просто он плохой, этот сосед. Так комментарий на чем пишут? Ну, так в том-то же дело. На конкуренции. Конкуренция. А конкуренция что делает? Она отражает твое зависание. Зависание-то, о чем? О зависти. О том, что у тебя нет интереса своего, да? И ты смотришь туда. Вот ты уходишь от себя. Ты начинаешь есть фантики. Ты начинаешь есть фантики, и твой мозг не в состоянии словить суть. Не в состоянии словить суть. На самом деле, когда мозг человека не в состоянии зафиксировать суть, это о развитии болезней. В частности, шизофрении. Это о развитии психических болезней. Но человек же считает себя здоровым. И здесь, и в той же науке тоже куча подмен. Но меня больше всего насмешил один комментарий, который в ТикТоке там, когда в одну кучу там свалили, и человек потом я, я психолог, я психотерапевт, я экзорцизм. Ну, когда уже ставят я психолог, а потом психотерапевт, следующее, да, то это уже обо всем говорит. То есть, психолог, психолог, это психолог, это человек, отучившийся два года и получивший образование. Психотерапевт, это человек, отучившийся от шести лет и более. Так вот, психотерапевт, он никогда не будет психологом. Ему это не надо. Это шаг назад для психотерапевта. А психолог, который не смог стать психотерапевтом, он пытается получить образование гипнолога, берет какие-нибудь курсы там у Ковалева или еще у кого-нибудь и получает корку а-ля психотерапевт. Тогда надо говорить, я психолог а-ля психотерапевт, да, и тогда а-ля обо всем будет говорить, да, и вот если ты психотерапевт, то ты уже относишься к медицине. А психолог это не медицина. Это разные, совсем разные категории. Не надо это путать и валить в одну кучу. А если ты еще добавляешь гордый экзорцист, то у тебя вообще высшего образования нету. Ну, Наташа, смотри, это для тебя, для меня, да, мы сразу видим очевидное, да, и можем разобрать, что такое психолог, что такое а-ля психотерапевт, и что такое там экзорцизм, и экзорцисты там, кто там еще дальше, гипнолог. А для людей, для человека, который привык к оберткам, привык к авторитетам, привык заглядывать к выносу, да, его, знаешь, за ноздри взял и повел. На самом деле, он сразу, он психотерапевт, психолог, ой, экзорцист, все, я иду туда. Понимаешь, его очень легко словить, на самом деле. Так даже смотри, потому что он обертки не различает. Он не различает. Главное, что такие слова крутые. Все, его уже купил за это. Смотри, а если, да, напиши любую, извините, фигню, напиши, да, и напиши, что это, сказали там или подтвердили, такие-то имена известны. Я не знаю, наверное, 80 процентов, наверное, сразу будут просто как кидала поклонничеству, как это, поклоняться будут. Свято верить. Как тут египтянин на Рамадан. Свято верить. Все, понимаешь, на самом деле мы это увидели, вот именно это, в каком году, 19-м? В 19-м. Вот прям, ну, откройте глазки, вот уже 4 года прошло, ну, просто вот прям черным по белому. Конкретно все это вот прям продемонстрировано было. Главное авторитетов писать. Все. Мало того, можно даже уже и не вписывать. Можно красиво дядю одеть. дядю. Именно дядю. Мужчину. Налощить его, усадить в красивое помещение, красивое кресло, научить его красиво говорить. Даже не надо красиво говорить. Томным голосом. Достаточно того, что он мужик. Уже папа будет сидеть. Уже будет, да. А если ты еще и томным голосом, и налощенное все, тебя будут слушать, просто разинув рот. Это один контингент мужчин. Есть другой контингент мужчин. И их тренингов, с которыми я столкнулась, я не стала работать с такими персонажами. Сразу скажу. То есть у меня были предложения, когда еще организатором была. Это тип персонажей, которые приезжают. Они ведут, как правило, женские массовые тренинги. Там в тренингах участвуют 200-300 человек. И этот тренинг на расширение границ, на я смогу восстановить себя в свое положение, свой статус, в своей семье, в доме. Либо же я смогу привлечь мужчину в свою жизнь и так далее. Вот надрыв вот этот я смогу, намерение, вот эти слова, надрыв, намерение, это звучит часто. И преодоление. из того, что мне предлагалось тренинги, я начала отсматривать человека, как он работает. Я была шокирована. То есть во время тренинга женщине предлагается оголить грудь, или он что-то, не можешь мужику дать потрогать, так лап ее там во время тренинга. Я сперва не поверила, что такое есть, потом я специально списала с человеком, который проходил эти тренинги, попросила мне рассказать. То есть это была предподготовка вообще сотрудничать с человеком или нет, чтобы ты понимала. Я очень четко проверяла людей, кого приглашать, кого не приглашать. И я списалась с человеком, который был на тренинге, и попросила рассказать, как это было. Человек подтвердил. Причем этот человек мне рассказывал женщинам, она рассказывала, это же абсолютно нормально, я стала более раскрепощенной, я стала более сильной. Я спрашиваю, неужели ты не чувствовала унижения, ты не чувствовала боли, ты не чувствовала оскорбления. Ну как же, я же выросла за счет оскорбления и унижения. Я понимаю, блин, если у тебя там был один рыжий таракан, то теперь у тебя полк серо-буромалиновых. Они размножились. И они размножились, и они стали разные. И что ты с этими тараканами будешь делать? Это уже потом болезнь. А ведь на самом деле этот мужик, он очень слабый. Слабый, однозначно. Он просто разбитый внутри. И чтобы скрыть вот эту... Женой, которая его... Одной из первых, которая его конкретно И он просто, чтобы закрыть вот эту боль в себе, он вот именно... Само утверждался на других бабах. Да, на других женщинах. Мало того, на тех женщинах, которые без мужчин. Да, да. Потому что, если бы муж увидел это, пришел бы и головой ему разбил бы. Представляешь, твою жену в лапах. А там у него на тренингах несколько раз и было, что приходили, ему мужики были, надавали хорошенько. О! Я представляю, как он пищал. Я его слышу, как пищащего комарика в этот момент. Представляешь? Я представляю, потому что там, на самом деле, комар. Комар, который оброс вот этим... Раздулся. Вот так и раздувается. Но, на самом деле, таких кастролирует очень много по России, и они выдают себя все за психотерапевтов. То есть, вот хватануть за сиську, за сиську, это терапия. Это разновидность игровых тренингов. Ты упустила, ну, не упустила, просто в разговоре упустила, суть того, что это женщины, допускают. Женщины. То есть, насколько женщины обесценились, деградировали. обесценили настолько, что просто даже не различают, где уважение, то есть, ну, вообще не различают, что тебя оскорбили, она это считает за святость. Слушай, я тебе пересылала ролик недавно. Я сперва думала, что это Стёп, но на самом деле этот тренинг стоит в расписании у человека. Я тебе присылала ролик, где одна баба называла себе... Баба, я сразу все эти вещи называю своими именами. не женщина. Она зазывала к себе на тренинг учить других баб молчать, когда муж пришел с работы, не открывать рот, пока он не поест, и вообще не возражать, и просто заткнуться, обслужить его, уложить спать и сделать все, чтобы ему было хорошо. Это просто, да. И тогда он тебя не побьет, и вы с ним не разведетесь. Да, да, да. И я слушала. Я сперва думала, что это Стёп, слушай. А потом, смотри, точно тренинг такой есть. Это люди этому учатся. Представляешь, обслуживать. Так самое главное, женщины учатся. Представляешь? То есть представь... Бабы. Бабы, да. Тупые бабы. Бао-баб. Да. Бао-баб. Пустой. Это вообще... Я когда услышала такое, и да, и там люди пишут, когда на тренинг попасть. И это считается мудростью женской. Прикинь. Это выдано за просмотр. Молчать, обслуживать. Представляешь, конечно, если так растить, вот то, что мы и видим, то и женщин не остается, а остаются вот эти, которых лапают, и они счастливы на тренингах. Ну. Счастливы от того, что... Они же приходят-то на тренинги для того, чтобы... У них нет мужчин. Они же несчастны, да? И они думают, что здесь будет мужчина. После этого тренинга у них появится мужчина. Мужчина. Этот полапал. Все, у меня теперь мужчина. Спасибо. Ой, блин, блин. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!